Здесь вдоль правого берега имеется нефтяное пятно, которое двигается в сторону города. Мы незамедлительно выехали на место, обнаружили место схода, через земную канализацию. Для того, чтобы понять, что именно сбрасывается в Волгу, не нужно дожидаться результатов экспертизы. Невооруженным глазом видно, что к берегу уже прибывает осадок. Если дотронуться пальцем, то заметно, что это и по запаху, и по цвету похоже на машинное масло. Отбор профводы на месте выше и ниже посещения сделали специалисты Росприводнадзора. В том, что это нефтепродукты, сомнений не возникло. Вопрос экспертов в том, насколько их концентрация превышает допустимые нормы. Возле ливневки, в которой в Волгу сбрасываются талые воды, расползаются радужные, бензиновые и масляные пятна. Причем поток не прекращается ни на секунду. Чем здесь вообще пахнет? Какой запах? Соляркой пахнет, конечно. Соляркой. То есть это, по всей видимости, с федеральной трассы, да, здесь сразу? По всей видимости, да. По всей видимости, это с моста. Вот видите, какие разводы идут, топливо. Вот они отсюда и вытекают, получается. Конечно, опасно. Ну как же не опасно? Конечно, для рыбы все опасно. Любые стоки, любые загрязнения. Поэтому надо принимать незамедлительные меры. Результаты анализов будут готовы не раньше, чем через неделю. За это время экспертам предстоит выяснить, кто является хозяином сточной трубы. А это куда более сложная задача. По всему правому берегу Волги таких ливневок – десятки. Такие стоки не могут быть функционированы вообще. И они все незаконны. И каждый такой случай индивидуально разбирается и в полном объеме. Вы сказали, ответственность административная. Пока на данный момент. А дальше я сказать не могу, будет расследование. Сейчас в связи с осадками видно, что масляное пятно вытекает из ливневой канализации. Будет известно, смотря из результатов в ЦЛАТе, насколько превышение нефтепродуктов. А там уже сделаем выводы. В небольшой концентрации нефтепродукты для человека и фауны опасны, но не смертельно. Однако, если сброс не прекратится, речь будут вести о более глобальном ущербе. Марина Евстрас, Илья Чечин, Рентовый пилот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова